Уже в понедельник, 20 февраля, в столице республики начнет действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Напомню, что при безналичном расчете на троллейбусе можно будет проехать за 13 рублей, на автобусе за 14, в маршрутке за 18. При оплате наличными проезд будет на 4 рубля дороже. Сегодня в администрации города прошла встреча журналистов с владельцами маршрутов и чиновниками. Подробности у Татьяны Молоковой. Сейчас почти все маршрутки города оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда. Оплатить со скидкой можно либо банковской картой, на которую установлено специальное приложение, либо карта ЕТК. С 1 февраля чебоксарцы купили уже 19 тысяч таких карт. Но если нет ни того, ни другого, придется платить по действующему тарифу. Стоимость проезда официально повысится, но в администрации города нашли способ, который сделает, во-первых, выгодным общественный транспорт, и, во-вторых, популярной безналичной системы оплаты. Валовая выручка от внедрения этой системы, она у каждого транспортного предприятия вырастет. За счет чего? За счет того, что мы понимаем, что, ну это, конечно, все прогнозно, но за 2 рубля увеличивается проезд по наличным. Мы понимаем, что 100% естественно наличную оплату проезда не перейдет. Для крупных предприятий особенно, да, это же еще в том числе и привлечение пассажиропотока. То есть, когда снижается на рубль оплата проезда, это привлечение дополнительного пассажира. Сложнее дела обстоят с частниками. Поведение маршруток на дороге неоднократно вызывало возмущение горожан. Администрация города, налоговая и ГИБДД регулярно проводили рейды. Кроме нарушений правил дорожного движения есть и нарушения налогового законодательства. Многие платят единый налог на вмененный доход, а это всего 15 тысяч в год. Кроме того, многие водители не оформлены по трудовому кодексу, а здесь еще одно нарушение – неформальная занятость. Мы установили в одной машине камеры и проанализировали пассажиропоток. Примерно 40% всех денег не доходит до перевозчика. Вот в этом есть как раз основная проблема у всех. Поэтому, если сделать 4 рубля скидку, все деньги дойдут до перевозчика, и перевозчик будет процветать, он будет прибыль. Вот это основная причина. Да, некоторые перевозчики отказываются от этого, потому что все деньги всплывут. И придется платить налоги. Устанавливать терминалы не согласны два маршрута – 49-й и 51-й. Владелец 49-го маршрута Валерий Захаров утверждает, что наоборот затраты увеличатся, прибыль снизится и платить водителям придется меньше. Я вышел на маршрут, я изучал этот маршрут. Я говорю, как хотите работать, по терминалу хотите, изданал хотите. Я же все-таки изучаю пассажиропоток, узнаю и умею. Но в основном 80% устраивает, как я по сегодняшний день работаю. Услышьте меня. Я сколько раз говорю, не принимайте такие решения. Не надо народ баламутить. Оставьте тариф тот. Как бы то ни было, с 20 февраля вступают в силу новые тарифы на проезд, и закон придется соблюдать всем – и пассажирам, и перевозчикам. Транспортные карты можно приобрести на главпочтамте и в офисе ЕТК на Московском проспекте. А с понедельника электронные транспортные карты будут продавать во всех отделениях Сбербанка. Там же можно их и пополнить. А если все же не удалось оплатить проезд по безналу, администрация города просит чебоксарцев обращаться по телефону 23-51-99. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.